я снова приветствую вас друзья на моем канале и в этом видео я покажу вам как строить изометрическую проекцию детали и уже на имеющиеся детали мы сделаем дополнительные вот такие вот квадратные вырезы с двух сторон задание не просто построить проекцию но и немного усложнено начнем как обычно с построения осей координат точка а начало отчета координат будет лежать в левом нижнем углу на главном виде и и и и и и все наше задание выполнено а теперь у меня вопрос почему я не обвел вот эти детали правильно потому что у нас есть дополнительное задание нам нужно теперь вырезать два прямоугольника даже скажу два квадрата слева и с правой стороны от данной фигуры соответственно у нас есть Все, вот теперь наше задание выполнено на 100%, а правильно оно выполнено или нет, давайте проверим с 3D-моделью, нарисованной в 3D-программе. И вот перед нами деталька, нарисованная в 3D-программе. Отчетливо видно, что отверстия, нарисованные также и на бумаге, находятся немного близко к углу детали, а в задании они находятся немного выше, чем у нас, но мы выполнили задание по размеру, соответственно, можно сделать вывод, что в задании деталь нарисована не в масштабе. Это, в принципе, первая часть нашего задания, вырезы мы еще не делали, я немного покручу деталь для более полного представления, ее в голове у вас. Ну, давайте сделаем теперь вырезы, вот, посмотрим, как они будут выглядеть. Так как у нас вырезы квадратные, соответственно, так получилось, что задняя сторона квадратных вырезов совпадает с линией вот этой стороны. И на задней стороне точно так же получается, что вот эта линия уходит реально вот в этот угол. Если мы немного поиграем с этой деталькой и, скажем, изменим, давайте ширину, например, этого выреза вместо 10, скажем, сделаем 15, то есть немного поглубже будут вырезы, вот, то получается достаточно интересно. Но эта линия все равно скрыта, и мы не видим здесь свободного пространства. Давайте сделаем теперь немножко пошире, вместо 10, 22, например, миллиметра. Вырез достаточно большой, но уже отчетливо видно, что вот эта сторона уходит и прячется за ближней стенкой. Дальний вырез автоматически тоже изменяется в соответствии с передним, так как у меня здесь задана по заданию деталь симметрично, относительно ее середины. Вот это был ее главный вид. Вот это вид слева. И вот это вид сверху. Я надеюсь, вам задание достаточно понятно. Детальку вы смогли представить в голове. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, здесь будет много еще интересных видео с разбором всевозможных задач по черчению. А я с вами, как обычно, не прощаюсь.